МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему им становится известно собственное будущее? И правда ли, что, вернувшись, некоторые из них получают способность менять окружающую реальность? Испания, январь 2018 года. В стране умер самый старый мужчина в мире. Франциско Оливейри было 113 лет. По словам соседей и родственников, он никогда не жаловался на здоровье, ничего себе не ломал, не имел обычных для его возраста проблем с сердцем. Мужчина в мельчайших деталях помнил события испано-марокканской войны, в которой участвовал еще в 20-е годы прошлого века. Испанская Марокко, 1921 год. Во время битвы при Анвале сержанта Франциско Оливейру смертельно ранило осколком шрапнели. Его сердце остановилось на операционном столе. Спустя 4 минуты 24 секунды он пришел в сознание. Ему было видение, что он проживет дольше всех на планете. Однако о том, что именно видел, будучи на том свете, Франциско Оливейра никогда не рассказывал даже самым близким. Но в чем секрет его долговетия? И что все-таки видел испанец на том свете? Что ждет каждого из нас после смерти? Происходило как бы сверху, из угла комнаты. Кому открывается дар прозрения? Когда он только входит, то есть как будто открывается портал. Что такое посмертные видения? Коллективное помешательство или массовый гипноз? Любую идею можно раскрутить, вообще любую. Кто же встречает нас на том конце тоннеля? Всех нас переваривает огромные полутоядные растения. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Россия, Санкт-Петербург, 19 июля 2013 года. В городе на Небе скончился лидер культовой группы Короли Шут Михаил Горшенев. Причиной стала сердечная недостаточность. До этого музыкант уже пережил 8 клинических смертей. Девятое стало последней. В 2017 году Международным фондом исследований околосмертного опыта был проведен опрос. Выяснилось, 98% людей, хотя бы раз переживших клиническую смерть, переставали испытывать страх перед ней. 91% изменили религиозные взгляды и отношения с окружающими. При этом три четверти опрошенных чувствовали себя на том свете хорошо и спокойно. И лишь 18% испытывали сильный дискомфорт. У человека появляется сниженное настроение, тревожность, раздражительность, постоянные навязчивые воспоминания о психотравме. Причем они могут быть настолько яркими, настолько живыми, что даже закрывают действительность. Художник Сергей Воронкин из Курска пережил клиническую смерть в 20 лет. Организм не выдержал усиленных физических нагрузок во время тренировок по тяжелой атлетике и восточным единоборствам. В реанимации в больнице, когда врачи стали меня приводить в чувство, я совсем провалился в темноту. И через какое-то время я стал наблюдать себя, врачей, все, что происходило, как бы сверху, из угла комнаты. Ну, я не испугался, мне это даже было интересно и совершенно, как бы, равнодушно к этой ситуации отнесся. Однако вскоре картина поменялась, и Сергей оказался вместе лишь отдаленно напоминающим привычную ему землю. После этого вдруг меня с огромной силой потянуло вверх. Я, как бы, выныривая из толщи океана, понесся вверх. Через какое-то время я вынырнул на красивом, таком, цветущем лугу, с цветущими, красивыми цветами, то есть, ну, не описать это всего. Солнце было яркое, то есть, свет вообще отовсюду исходил. Но самое главное, что я чувствовал в этот момент, это ощущение нереальной легкости. Вернувшись с того света, Сергей понял, что сюжеты его картин полностью изменились. Теперь это были преимущественно пустынные инопланетные пейзажи с золотыми дворцами, парящими в воздухе, и низвергающимися с небес водопадами. Сергей не скрывает, что с детства увлекался научной фантастикой. Однако пережитый в реанимации опыт, выявил этот интерес на качественно иной уровень. Неужели в этот момент сознание художника и впрямь покинуло тело и совершило путешествие в глубины Вселенной? Но кого оно там встретило? Если честно, я на этот вопрос не могу ответить, потому что мой ответ еще больше вопросов вскроет. На самом деле, все, что с нами происходит, это такая тайна, которую, может быть, человечество не готово еще осознать, понять и принять. С точки зрения медицины, человеческий мозг в состоянии клинической смерти испытывает острое кислородное голодание из-за отсутствия вентиляции легких. Для того, чтобы не умереть, он максимально задействует все свои резервы, и оба полушария начинают работать синхронно. К сожалению, невозможно пересадить головной мозг, потому что это самое такое очень чувствительное как раз к реанимационному, ну, к остановке сердца ткань головного мозга, нейроны, которые просто гибнут и в дальнейшем не восстанавливаются. Могут ли в этот момент меняться функции головного мозга? И вместо четкого разделения на творческое и логическое полушария получается комбинированный мозг нового типа. А что, если с помощью пережитой клинической смерти человек выходит на новый этап эволюции? Первый учебник по возвращению человека с того света был написан еще в 1805 году известным врачом Ефремом Осиповичем Мухиным. Но практика реанимации в ее современном виде сложилась всего полвека назад и произвела фурор в массовом сознании. На сегодняшний день почему такое... То есть 30 человек, которых мы попытались вернуть в жизни, а почти они все 30 были возвращены. Не все, конечно, что называется, в стационаре. Потом успешно вышли оттуда своими ногами. Человеческая смерть перестала быть исключительной прерогативой церкви. По земле начали ходить не древние легенды и рассказы, позаимствованные из Библии, а живые люди, в прямом смысле слова, побывавшие на том свете. Когда уже человека откачали, он начинает рассказывать... И если с учетом того, что он уже читал об этом у каких-то авторов, и об этом что-то слышал, он начинает рассказывать, что вот он, мол, видел тот и тот. И, ну, скажем так, мы же видим сны. И сны бывают совершенно невероятные. Насколько потом, в принципе, это можно все объяснить, вот мыслями человека, эти образы, возникающие, работой мозга. С каждым годом количество вернувшихся к жизни с помощью реанимации растет в геометрической прогрессии. И перепробовавшая к этому времени все развлечения и соблазны, западное общество с азартом погрузилось в изучение нового посмертного опыта. В 1990 году в прокат вышел фильм «Коматозники» режиссера Джоэла Шумахера. По сюжету группа студентов-медиков по очереди вводила друг друга в состояние клинической смерти. Так они хотели узнать, что же находится по ту сторону жизни. Результаты эксперимента оказались непредсказуемыми. Умирающее сознание героев направляло их в самые тяжелые эпизоды прошлого. Может быть, они попадали в ад? Официально моментом биологической смерти принято считать гибель мозга. С этим согласны и медики, и большинство религий. Через 6 минут происходит необратимое изменение в коре головного мозга. Это доказано. Электрофизиология. Еще Павлов в свое время все эти исследования проводил, так называемые реанимационные. Ну, то есть, когда там проводил всякие эксперименты. Однако даже сами медики не отрицают, что бывают исключения, когда человеку удавалось оживить и через значительно большие промежутки времени. У меня случай был в, допустим, практической части, когда через 12 минут пациента удалось реанимировать. Но головной мозг пострадал. Часть клеток головного мозга, конечно, потом уже по стационаре мы проводили все исследования необходимые. Часть клеток головного мозга умерла. Своеобразный рекорд нахождения в состоянии клинической смерти был установлен в 2014 году в США. Во время родов сердце жительницы Флориды Руби Граупера Косемира не билось целых 45 минут. Врачей поразило то, что Руби пришла в себя, родила здорового ребенка, а спустя неделю женщину выписали из больницы без каких-либо повреждений мозга. Это осознанное решение. Кора головного мозга, самое новое образование, да, она может доминировать абсолютно над всем, в том числе и над элементарными инстинктами. Но во всем остальном мы руководствуемся ими. Они выстроены на протяжении миллионов лет, и они обеспечивают сохранение вида. Если они угасают, то, соответственно, и этот вид уже не имеет перспективы на дальнейшую жизнь развить. Поразительно и то, что несмотря на такое длительное нахождение по ту сторону смерти, Руби не обрела никаких новых способностей и ничего не говорила о встречах с какими-то потусторонними сущностями. Может, их просто не существует? Андрей Троицкий убежден, что такие сущности есть. Клиническую смерть он пережил в Зиндане, отземной тюрьме на Ближнем Востоке, где провел целых пять лет. После этого мужчина понял не только устройство Вселенной, но и собственное предназначение. Туннель, темный полумрак, силуэты ушедших, родственников, знакомых, друзей, и безмолвное общение. Вопрос-ответ. И я получил практически на все вопросы, которые мучили меня в прошлой жизни, и я не мог найти ответ. Получил ответы в вариантах. То есть вот рисунок ситуации, десяток ответов, и все правильные, на выбор. То есть там информация немножко побольше в этом информационном поле. Как и 82% людей, столкнувшихся с околосмертным опытом, Андрей почувствовал эйфорию. Он убежден, что потусторонняя встреча с неземной силой подарила ему свободу, избавив от многих материальных привязанностей. Состояние блаженства, которое трудно описать словами, неземными какими-то категориями. Как бы изнутри показали, как работает система мироздания. То есть, когда я вернулся, я увидел все совершенно другими глазами. И самое вот неприятное было как раз возвращение из этой нирваны. Сейчас Андрей пишет книги, в которых делится собственным новым пониманием мироздания. Говорит, что в его сознании часто всплывают виденные им во время клинической смерти картины и образы. И он каждый раз как бы заново переживает полученный опыт. Однако с точки зрения психиатров, в этом нет ничего странного. Именно в силу того, что психотравма максимально концентрированная, она врезается в сознание, она в нем остается. И до тех пор, пока человек ее не переработает, ну, либо не примет, либо не переработает, она снова и снова его возвращает. То есть, вот это вот возвращение именно к какой-то определенной конкретной точке. Что же получается? Наш мозг, находясь в экстремальных условиях недостатка кислорода, самостоятельно начинает генерировать наши воспоминания и превращает их в новые образы, которые мы принимаем за некую мистическую реальность. Можно представить все, что угодно. Можно представить, что это перемещение из одного тела в другое, что это реинкарнация, соответственно. Да, можно представить, что это вот взвешивание на весах, там, твоей грешной или негрешной души, да, что это чистилище, или это преддверие чистилища. Либо мы можем представить себе, что это какое-то третье измерение, в котором все мы на самом деле находимся, а наши физические тела – это только то, что мы представляем. Либо это галлюцинация вследствие того, что на самом деле никого из нас нет, и мира этого нет, а всех нас переваривает огромное полутоядное растение. Более того, начиная с какого-то момента, даже квалифицированный специалист оказывается не в состоянии определить, какие воспоминания пациента реальны, а какие он выдумал. С пещерных времен смерти, открывающиеся за ней будущее, являлись для человека главной террой инкогнито. Неизведанным пространством, лежащим по ту сторону привычного жизненного опыта. Однако оказаться на том свете по собственному желанию особо никто никогда не стремился. У кого чего больше добрых или темных поступков, грехов или светлых свершений, тем, кому посчастливилось быть святыми, или, по крайней мере, праведниками, а теми придут ангелы, а вот тем, кто не то, не сё, тем придётся потерпеть какое-то время в чистилище, пока, как говорится у Шекспира, грехи земной природы не выжгутся дотла. В скандинавских преданиях попасть в Волгалу рай для воинов могли лишь те, кто до последнего сражались с оружием в руках. Христианский рай был доступен только верным Иисусу в момент наивысших испытаний. А для того, чтобы попасть на вечный пир олимпийских богов, Гераклу понадобилось совершить 12 подвигов. Обычно считалось, что тот, кто, если, скажем так, в православной версии считалось, что Господь сразу решает, кому куда и кто как. В католическом варианте предполагалось, что, конечно, за нераскаянными грешниками точно придут тёмные силы. Однако за последние 40 лет социологи наблюдают небывалый всплеск интереса к потусторонней жизни. Согласно статистике, ежегодно во всём мире сводят свои счёты с жизнью свыше миллиона человек и значительная часть людей, решившихся на суицид, делают это из интереса. Если бы люди боялись смерти, они бы не бегали по автотрассам крупным, через дорогу, не лазили бы по канатам, не делали бы селфи на башнях, не цеплялись бы за всякие... В общем, не совершали поступки, которые явно угрожают их жизни. Неужели многие впрямь перестали бояться смерти? Или кто-то предложил людям более привлекательную альтернативу, нежели земная жизнь? Любую идею можно раскрутить, вообще любую. Люди внушаемые существа, самые бредовые. Собственно, за счёт бредовости и раскручиваются идеи. Если к идее добавляется некий бред, то она взлетает сильнее. Вопрос времени. На какую-то идею потребуется неделя, на какой-то месяц, на какие-то годы, на какую-то, может быть, так и через сто лет она будет популярна. Как, например, коммунизм. Собственно, он сейчас только наступает, а предсказали его ещё сто лет назад. Так с чем мы имеем дело? С реальным проникновением в самую главную тайну человеческой жизни? Или с набирающим силы и сознательно кем-то выстраиваемым новым культом смерти? Кто разрушает страх перед смертью и делает её привлекательной? Или же таким образом и вовсе пытаются избавиться от человечества? Согласно новейшим исследованиям физиков, наша Вселенная имеет множество измерений. Однако проникнуть в них человек не способен. Может быть, одно из этих измерений и есть то, что мы привыкли называть смертью. Кто живёт по ту сторону жизни? И почему пережившие клиническую смерть убеждены, что вернулись совсем другими людьми? Поэту и художнику Вилли Мельникову было на момент его второй смерти 54 года. Несмотря на то, что родился он 11 августа, свой день рождения Вилли Мельников праздновал 22 ноября. Именно в этот день, в 1985 году, он получил миномётное ранение в голову во время боевых действий возле афганского города Герат. Тогда Мельников пережил клиническую смерть. Он говорил так, что никогда никто не узнает о том, что он видел там на самом деле. Мне он говорил о том, что он видел цветовые пятна. То есть вот его сгустки информации он видел в виде такой вот цветной палитры. То есть были ли то души его ушедших товарищей по армии, возможно. Вот он говорил об этих цветовых пятнах. Я определил биологическую смерть как субботник по уборке белкового храма, а клиническую уподобил в генеральной уборке жилища, сопровождаемой новой перестановкой мебели. Вилли Мельников. Здесь именно конкретная точка, в которую снова, снова и снова человека забрасывали. Он уже прожил 10 лет после этой психотравмы. У меня есть пациенты, которые получили эти психотравмы ещё в Афганистане. То есть это было в конце того века. И до сих пор они уже, ну, кто предпенсионного, кто пенсионного возраста, и тем не менее, их забрасывают в то время, когда им было 18, 19, 20 лет, когда они воевали в горах Афганистана. После клинической смерти у Мельникова открылся дар к изучению языков. По самым скромным подсчётам, он свободно мог говорить на 93 языках. А некоторые считают, что он освоил 120. При этом, по утверждению его вдовы Ольги Пуриховской, сам Мельников не любил, когда его об этом спрашивали. Он хотел показать, рассказать. Он стремился к этому. А его обрубали стандартными, банальными вопросами. То есть, вот вы были в Афганистане. Расскажите, вот вы пережили клиническую смерть. Вот языки, расскажите об этом. Когда он хотел рассказать о своём творчестве, то как-то всё-таки от этой проблематики уходили. Это, конечно, несколько его обижало, потому что всё-таки он видел себя, прежде всего, в творческом русле. Несмотря на неоднократные попытки изучения способностей Вилли Мельникова, окончательного вердикта так никто и не вынес. Вилли Мельников был очень творческим. И, конечно, те люди, которые хотели бы получить чёткие рецепты, они, наверное, не получали того, что хотели. Но поскольку, как мне кажется, людям сейчас интересна игра и интересны именно методики погружения в другие действительности, в том числе и в языковые картины мира, то мне кажется, что он их просто впечатлял, шокировал, потому что он был очень искренним человеком. Сам Мельников считал, что освоил лишь малую часть из имеющихся на Земле трёх с половиной тысяч языков и наречий. Он был убеждён, что смерти в общепринятом толковании не существует. Что до биологической смерти, то добавлю, ничего в этом нет ни особо пугающего, ни особо радостного. Это объективно существующий этап в жизни любого человека, независимо от его вероисповедания или же неверия ни во что. Этап, но никак не конец. Это подобно постепенному прочитыванию алфавита одного языка. Вилли Мельников. Частенько мы с ним забредали на кладбище, на разные старинные кладбища. И он говорил о том, что когда он только входит, то есть как будто открывается портал, и умершие начинают с ним говорить, и с кладбища он сюда возвращался с дикой головной болью. Он говорил, мне кажется, что каждый из мира мёртвых, из этого города мёртвых, увидев его, стремится что-то ему рассказать. Возможно, приобретённые после клинической смерти новые способности и умения понимать голоса мёртвых забирали у него его жизненную энергию. А может быть, Вилли Мельников стал слишком опасен, ведь он превратился в своеобразного передатчика вселенских и потусторонних знаний. «Жизнь после жизни». Эта книга американского психиатра Раймонда Моуди вышла в 1976 году. В ней опубликованы воспоминания людей, переживших клиническую смерть. Многие из них утверждают, что почувствовали, как замедлилось время, и видели яркий свет. Врачи до сих пор не могут дать объяснение этому феномену, ведь в момент смерти у людей не бьётся сердце, останавливается дыхание, а мозг перестаёт снабжаться кислородом. Удивительно, но сейчас самым большим спросом пользуются псевдодокументальные книги с воспоминаниями людей, утверждающих, что вернулись с того света. В середине 70-х годов прошлого века подобная литература помещалась на одной полке магазина. К 2018 году количество новых наименований переваливает за сотню тысяч, а прибыль, которую они приносят, исчисляется миллиардами долларов. А идея бессмертия, ну, всем хочется жить подольше, как бы, это естественное желание, быть счастливыми, жить дольше и всё такое, если человек здоровый. И, как бы, я, ну, все же умрут. И вот, как бы, в книгах загробная жизнь, так человек себе, читая такие книги, продлевает существование. Торговля последней надеждой на фоне всеобщего мирового кризиса. Загробный мир в наши дни из мрачного и унылого чистилища превратился в огромный и успешный бизнес, рекламирующий медитацию кинозвёзды, апологеты здорового образа жизни, обещающие, что на тот свет вы попадёте здоровыми и красивыми. Соответственно, есть интересующиеся, есть люди, которые, ну, как бы, нагнетают обстановку очень легко. Сочинить правдоподумную легенду в деталях. Какие-то мелкие детали, если ты опишешь, то больше поверят. Ну, типа, там я заснул, там был тёмный коридор длиной 5 метров, высотой, там, 3,5 метра, и тут ещё бегала какая-нибудь маленькая собачка. И всё-таки, да, точно был. Иначе бы он... Откуда он взял эту собачку? Вот как бы так это всё в мифологии создаётся. Вот. Вопрос – зачем? По мнению конспирологов, все эти ловцы человеческих душ – обычные актёры. Их наняли для поиска людей, переживших клиническую смерть. Ведь побывавшие на том конце света получили доступ ко всем знаниям, накопленным Вселенной. Возможно, некое тайное общество берёт их под строгий контроль и ждёт, когда возможности интеллекта максимально разовьются. Затем люди уничтожаются, а все накопленные знания и способности попадают в специальную базу данных, так называемый искусственный интеллект. Может быть, и с Вилей Мельниковым произошло нечто подобное? Тоннель с ярким белым светом в конце. Именно этот образ чаще всего встречается в рассказах людей, переживших клиническую смерть. Существует мнение, что в этот момент человек неосознанно вспоминает собственное рождение. Но может ли человеческая память пойти ещё дальше, в предыдущие жизни? Сторонники теории реинкарнации утверждают, что может. В 1776 году немецкий врач Франц Антон Мессмер создал новаторскую технику лечения – животный магнетизм. Для этого несколько пациентов садились вокруг деревянного чана с водой, в крышку которого вставлялись на магниченные железные стержни. Люди прикасались к нему и к друг другу, создавая цепь, по которой должен циркулировать так называемый флюид. Затем магнетизёр тоже касался чана, чтобы передать через него целительную энергию всем пациентам сразу. Этот метод стал основой всего современного гипноза. Вплоть до конца 19 века это учение пользовалось бешеным успехом в просвещенных кругах европейского общества. Ведь, согласно Мессмеру, внутренний магнетизм позволял людям не только устанавливать телепатическую связь друг с другом, но и помогал гипнотизёру проникать в самые потаённые уголки памяти испытуемых. Вот уже 8 лет Людмила Калинина проводит сеансы регрессивного гипноза по методу Долорес Геннон. Этот метод представляет собой усовершенствованную технику Франца Мессмера и позволяет заглянуть не только в самые ранние воспоминания человека, но и помочь ему воссоздать прошлые жизни. И мы получаем ещё такую некоторую взаимосвязь с духовным существом человека, который как раз переживал все эти рождения, который может поведать о том, что происходило с ним раньше. Значит, если прибегнуть к регрессивному гипнозу, можно докопаться до момента клинической смерти. Ведь именно тогда в человеке неожиданно пробуждаются скрытые таланты. И возможно узнать, откуда именно пришли к нему новые знания и способности. Ну, без связи с духовным существом, это, конечно, вообще очень печально. Но не открыв вот эту связь с духовным существом, он никак не может знать, что было с ним раньше. Андрей Троицкий специально для программы «Тайны Чапман» согласился пройти сеанс регрессивного гипноза у Людмилы Калининой. Я прошу облако двигаться назад, назад, назад в нужное нам время и место. Скоро мы узнаем, действительно ли во время клинической смерти он попадал в иной мир и встречался с неземными учителями. Или же это игры его собственной памяти? Сейчас я прошу вас опуститься вниз. Плавно, как листок, попадающий с дерева. Вниз, вниз, вниз. На то, чтобы погрузить Андрея в гипноз, уходит достаточно много времени. Такое ощущение, что его память всеми силами сопротивляется. Если человек не готов принять то, что он может увидеть, то, соответственно, дырочка сужается, и нам выдают маленький черно-белый экран. Но, тем не менее, он тоже дает информацию. Возможно, вместе с новым багажом внеземных знаний Андрей получил и некий предохранитель. Своеобразную установку блокировать их в случае попытки проникновения посторонних. У меня 24 часа сутки. Бизнес, бизнес, бизнес. Семья. Но это уже зацепка за материаль. Может, его мозг сейчас пытается создать события, которые с ним никогда не происходили? Что вы видите? Что происходит? Я же человек, она смерть. Андрея. Судя по всему, это я. Вокруг? Вокруг семья. Что с вами произошло? Сердце. Вы еще находитесь в теле, или вы уже вышли из него? Уже вышел. Наблюдая со стороны. Навстречу яркому свету. Попадаю туда. Ощущение блаженства. Даже опытный регрессолог не смог установить подлинность воспоминаний Андрея. Однако факт, что в его памяти действительно существует полный набор образов, полученных им во время пребывания в состоянии клинической смерти, не подлежит сомнению. Но что, если эти воспоминания не принадлежат Андрею? Может, они были внушены ему сознательно? Но кем именно? И с какой целью? В 21 веке вместе с загробным миром изменились и его обитатели. Теперь вместо адских чертей и злобных демонов, человека, пережившего клиническую смерть, все чаще встречают сияющие существа и добрые ангелы в белых одеждах. Он попадает в некоторый духовный мир. И этот духовный мир отделяет от нашего мира определенная такая энергетическая стена, можно так сказать. И когда человек умирает, его вот эта серебряная нить, которая связывает его душу с его телом, она разрывается. И как раз вот этот энергетический барьер, как правило, видят люди, которые говорят, что я видел белый свет. Они летят к нему, но они не пролетают, и они могут вернуться обратно. Если человек проходит за этот барьер, вернуться обратно он уже не сможет. Вот его тело отделено от его души, все. Разумеется, эти светлые видения можно объяснить белизной врачебных халатов, которые видит пациент. Но может быть, речь идет о спланированном изменении сознания всего человечества? В 1990 году в прокат вышел фильм режиссера Пола Верховена «Вспомнить все». В фильме описывалось недалекое будущее, в котором люди совершают межпланетные путешествия путем внедрения в их разум воспоминаний другого человека. И человек уже не мог определить, какая из его личностей реальная, а какая нет. Очень напоминает симптомы шизофрении, не правда ли? Ну, к сожалению, мы пока еще не совсем переместились в область фантастики, поэтому записать новые воспоминания поверх старых и полностью уничтожить их не получается. Нет, создание новых воспоминаний, да, или фальшивых воспоминаний пока появляется только в результате болезни. Но так ли это? Еще 30 лет назад подобные сюжеты действительно могли встречаться либо в фантастических романах, либо в медицинской карте пациента сумасшедшего дома. Однако к 2018 году ситуация изменилась, и разговоры об инплантированных воспоминаниях все чаще вызывают у людей тревогу и все реже смех. В человеческий мозг можно внедрить любые воспоминания. Такие данные были опубликованы в 2016 году в журнале Current Biology. По утверждению специалистов, эта технология сейчас находится на ранней стадии развития. Может, от нас что-то скрывают, и наши воспоминания о неминуемой смерти тоже внедрены нам искусственно. Но кем и с какой целью? В 1995 году американский психолог Элизабет Лофтус начала свои первые эксперименты по внедрению ложных воспоминаний. Согласно ее теории, воспоминания о событиях, которые носят травмирующий характер и оказывают существенное влияние на жизнь человека, на самом деле никогда с ним не происходили. Они либо сгенерированы мозгом на основе рассказов окружающих, либо внушены. С одной стороны, физические процессы, происходящие на Солнце, в общем-то, отслеживаются. Другой вопрос, что все иллюзия, но это как раз не новая теория. То, что все иллюзия и все наши интерпретации, это весьма древнее. Верования. Один из самых наглядных и понятных экспериментов был связан с Дисней Вертом. В этом парке аттракционов хотя бы раз в жизни побывал каждый американец. Его визитная карточка «Люди», переодетые в костюмы известных диснеевских мультфильмов. Группе испытуемых Элизабет Лофтус задавало всего один вопрос. Видели ли они в Дисней Венде Багзабань, говорящего кролика, одного из самых популярных мультипликационных героев Америки. Практически все участники эксперимента не только вспомнили о такой встрече, но и дополнили ее красочными деталями. Какого Багзабани был роста, что ответил, каким голосом говорил, что в этот момент ел сам человек. Но если это научно подтвержденный факт, почему его отрицают специалисты по регрессивному гипнозу? Нет, стереть и заменить мы не можем, и улучшить мы тоже не можем, потому что это истинные воспоминания. Подвох эксперимента Лофтус был в том, что популярнейший в США мультсериал «Луни Тюнс», одним из героев которого и является Багзабани, был снят в совершенно другой студии «Уорнер Бразерс», поэтому его персонажи никогда не были в парке студии конкурента. Однако грамотно заданный вопрос Лофтус мгновенно нарисовал в памяти испытуемых не только красочную картинку, но и убедил их сознание в том, что это воспоминание подлинное. А потом нужно осознать факт. Многие долгое время не могут признать, что это случилось. Нужно признать факт, что человека нет, что не то, что человек уехал в другой город или в другую страну, но он может сохраниться в твоем сердце, если ты будешь о нем вспомнить. Помнить. Помнить хорошо. Опыты Элизабет Лофтус постоянно критиковали, упрекая ее в нарушении этики. Но тем не менее, к ее услугам в качестве консультанта охотно прибегала судебная система США. В первую очередь в тех делах, когда обвинения или защита базировались на воспоминаниях потерпевших или свидетелей. Агрессивный гипноз – такая техника, которая работает больше, наверное, с образами. И если мы берем какие-то воспоминания важные из этой жизни, это просто, во-первых, неэтично было бы что-то с ними делать. И я, честно скажу, я никогда этого не делала, не пробовала, и не пыталась. Я даже не знаю, насколько это реально. Я не буду этого делать, потому что у меня есть определенный кодекс этический, и я этим заниматься не буду. Получается, что людям действительно можно не только внушить все, что угодно, но и постоянно, незаметно корректировать их память, убирать из нее реальные воспоминания и заменять их на совершенно новые, выстроенные по определенному алгоритму. К сожалению, ничего хорошего не получалось. То есть получалась травматизация, получалось добиться того, что человек не мог воспроизвести, детально воспроизвести то, что его мучает, но, соответственно, кошмары становились просто анонимными, непривязанными к чему-то конкретному состоянию, продолжало ухудшаться, но человек уже не знал, от чего и почему. Но какая именно схема мироздания закладывается в наш мозг? Ведь не случайно миллионы людей по всей Земле, пережившие клиническую смерть, рассказывают об одном и том же ярком свете, навстречу которому они двигались. В середине 70-х годов прошлого века в США началась государственная кампания по созданию новой общеамериканской религии – сатанист. Основатель церкви сатаны Антон Шандер-Лавей объединил в своем учении американскую практичность, личный эгоизм каждого, установку на успех и веру в загробный мир и заявил, что истинным богом является падший ангел Люцифер, чье имя переводилось как «Несущий свет». В 2016 году в Детройте дьяволу даже поставили памятник. В советское время построено 13 памятников Иуды Искариота. Он изображался в виде мужчины, гневно поднимающий кулак в сторону неба. Если провести параллели с Соединённой Штатой Америки по поводу памятника дьявола, то можно указать на то, что там тоже сейчас сильны антихристианские тенденции. Именно с середины 70-х годов в США появляется новая и крайне доходная отрасль. Книги и фильмы, рассказывающие о возвращении с того света. А также новый тип светоносных ангелов, дружелюбно встречающих попадавших к ним людей. Реально вот сидишь и вдруг заходит какой-то с копытами и с рогами. Это всё наши фантазии. И когда говорят, вот, бог – это добро, как бы, а дьявол – это зло. Тоже я с этим не согласен. Программа общая. Есть и добрые, там начало, и недобрые. Так вот, не допускать негативных эмоций и мыслей – наша задача, чтобы не подпитывать вот эту вот программу. А позитивные милости просим. Ещё в самом начале этой кампании известный православный монах американского происхождения Серафим Роуз выступил с резкой критикой некоторых христианских проповедников. По мнению батюшки, они, поддавшись моде, начали всячески рекламировать ангелов нового поколения, по сути, прямых слуг Люцифера. Ведь согласно Библии, находясь рядом с Божьим посланником, человек мог испытывать только страх и трепет, а не обсуждать с ним последние спортивные новости, как с коллегой по работе или соседом по даче. Это теория гедонизма, который раньше был уделом немногих, и, скажем так, это было не всегда одобрялось. Это было в некотором виде маргинальном течении. А тут вообще всё можно, можно наслаждаться жизнью, нравственность уже перестала быть таким строгим ограничением, и подразумеваться, а потом ещё никакой кары, никакого страха Божьего. Ну, это да, для верующего человека это было неправильно, поэтому вот возникла такая концепция. Однако к Серафиму Роузу никто не прислушался. И в 1987 году о важной роли сатанизма в общеамериканской жизни заявил уже не кто-нибудь, а сам президент США Рональд Рейкон. За предыдущие 10 лет американское общество уже было подготовлено к этой новости апологетами движения Нью Эйдж, религии нового времени, которая соединяет в себе все течения мистического характера. Поэтому речь президента была встречена бурными овациями. Если говорить о церкви сатаны как некое общее собрание сатанистских организаций Соединённых Штатов Америки, то действительно они используются в политических целях, и понятно, что сатанизм направлен на вытеснение традиционных христианских ценностей, и видно, как Соединённые Штаты Америки поддерживают сатанистские организации. Неужели на протяжении последних 40 лет сознание людей всего мира с помощью кинофильмов, книг, компьютерных игр и рекламы повседневных товаров сознательно закладываются семена новой американской религии – сатанизма? Не отсюда ли архаичная вера выдолов и культ тотального самолюбования в интернете посредством селфи, или же образ ослепительно яркого света, который видят люди, пережившие клиническую смерть? Генетическое воспоминание о совершенно другом событии. Но о каком? В современной медицине существует два пограничных состояния – клиническая смерть и кома. Между ними есть существенное различие. Если в состоянии клинической смерти человек способен находиться очень недолго, то кома может растянуться на месяцы, годы и даже десятилетия. У него на какое-то время прекращаются некоторые функции жизнедеятельности, которые можно вернуть. А мозг работает. Но это не значит, что человек осознает, что он сейчас в клинической смерти. Это как бы глубокий сон. Кома. В 2006 году в авторитетном американском журнале «Неологи» была опубликована статья «Изображение кома» в современном кинематографе. На примере 30 известных фильмов, посвященных этой теме, автор сделал вывод, что показанное на экране не только не соответствует медицинским реалиям, но и намеренно создает у зрителя романтизированное восприятие этого страшного и беспомощного состояния. Не даром же есть понятие «социальная смерть». Для социального общества человек все не способен. Овощи, да, овощи. Реанимационные овощи еще есть такое в реанимации понятие. Особую тревогу вызвал еще один факт. 39% опрошенных американцев ответили, что если подобная трагедия случится с их близкими, то они будут действовать, основываясь на знаниях, почерпнутых из этих фильмов. Впрочем, наши знания о пограничных состояниях также основываются на тех же самых фильмах, что и у рядовых американцев и зрителей остального мира. В 1970 году 17-летняя Эдуарда Абара впала в самую продолжительную за всю историю наблюдений кому. На протяжении следующих 42 лет жизнь ее тела поддерживалась с помощью медицинской аппаратуры. Нет никаких данных о том, что все эти годы происходило в сознании девушки. Известно лишь, что последняя фраза Эдуарды перед комой была «Пообещай, что не бросишь меня». Считается, что так она обратилась к своей матери. Но что, если Эдуарда разговаривала уже не с ней, а с Богом? В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиаци открыл в Солнечной системе первый крупный астероид – Царцеру. Он находился между Марсом и Юпитером. Вскоре были обнаружены и другие астероиды, известные ныне под названием Веста, Юнона и Паллада. Тогда же научный мир впервые всерьез заговорил о том, что некогда в Солнечной системе находилась еще одна планета – Фаэтон. Она взорвалась из-за непредвиденной вспышки на Солнце и образовала пояс астероидов. Возможно, он указывает нам путь в иное измерение. Как известно, одна из версий, что семь миров в виде пирамиды конусом вниз. Так наш мир, наш вот это мир ощущения, это где-то нижний третий. То есть есть еще ниже, как бы ад для нас, и выше, который для нас рай. Есть еще, выше, еще те, кто аскеты, отшельники и так далее, которые совершенно полностью не зависят от материальных дел, и они могут подключаться к другим вот измерениям. Согласно древнегреческому мифу, Фаэтон был сыном бога Солнца Гелиоса. Однажды решил прокатиться по небу на колеснице отца. Не справившись с четверкой коней, Фаэтон погиб, а его плачущие сестры обратились в тополя, из смолы которых произошел янтарь. Но что если солнечная вспышка, уничтожившая планету Фаэтон, отразилась и на остальных планетах Солнечной системы? Были, наверное, такие моменты, я где-то это видел, я где-то это проходил. У каждого, по-моему, из нас. И я думаю, что вся наша жизнь, которая есть, мы живем здесь в ней не раз. Возможно, именно тогда Марс превратился в высохшую красную пустыню, а на Земле были полностью разрушены все древние цивилизации. И сознательно проводимая сейчас корректировка человеческих воспоминаний направлена на то, чтобы люди не отчаялись, постоянно вспоминая об этом. А стоит ли знать микроскопическому организму, там, бактерии, о размерах Вселенной, о всех тайнах, которые происходят во Вселенной. Во-первых, микроскопическое существо этого просто не поймет, оно не готово к этой информации. Да, это, наверное, ему и не нужно. Поэтому человечество, я думаю, что еще не готово ко всей этой информации, оно не на том уровне развития. Возможно, мы безуспешно пытаемся разгадать тайну посмертного существования, потому что сами уже давно находимся в этом состоянии. А яркий свет в конце тоннеля, который видят люди, пережившие клиническую смерть, и есть та самая солнечная вспышка, уничтожившая планету Фаэтон. Она является последним коллективным воспоминанием человечества перед тем, как провалиться в бесконечную кому. И именно по этой причине самые разные люди во всех концах земного шара дают практически идентичное описание того, что они видели после смерти. В фантастических романах космонавтов во время длительных путешествий искусственно вводят в состояние анабиоза, очень напоминающая клиническую смерть. Возможно, наша планета – гигантский космический корабль, на котором человечество уже давно путешествует в поисках новой солнечной системы. Сколько лет нам еще предстоит провести в анабиозе – неизвестно. Вероятно, мы настолько привыкли к этому состоянию, что просто не хотим просыпаться. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин